Привет всем Звёздным Воинам Галактики, вы на канале Павла Ларина. Слышали ли вы когда-нибудь о Харис, летающей ученице Дарта Вейдера? Как ни странно, да, и такая ученица у него была, помимо некоторых других, почти двух десятков учениц и учеников, о которых я сделал целый 20-минутный рассказ, который довольно давно был выложен мною на канал. Кстати, можете посмотреть, если интересно, ссылка есть в подсказках и в описании под видео. Но чем же в Галактике Звёздных Войн запомнилась Харис? Это знаменитая, привлекательная, зеленокожая тёмная джедайка и одновременно кровавый тиран, держащий в страхе целую планету. Ну что же, друзья, заварите себе чаю, устраивайтесь поудобней и готовьтесь услышать историю Харис, давней подруги Энакина Скайуокера, летающие бестии способны угрожать даже самому Люку Скайуокеру. Итак, её история началась на далёкой планете Скай, также иногда называемой Скайи, находящейся во внешнем кольце Галактики за несколько лет до начала Войн Клонов, а если быть точным, в 34-й год до битвы за Явен. Её родная планета долгие столетия находилась в самом настоящем кризисе. Население планеты, разделённое на кланы, вело постоянные войны между собой, всё никак не находя способов установить на планете долгожданный мир. Впрочем, Харис повезло. К моменту её рождения, а лучше сказать, вылупления из яйца, большая часть кровавых конфликтов уже угасла, и многие из местных правителей объявили вечный мир, мир, который, впрочем, продлился недолго. Ближе к эпохе начала Войн Клонов на планету прибыл Зета Магнус, один из самых прославленных учёных, слава которого, впрочем, была очень и очень недоброй. Заручившись поддержкой Конфедерации Независимых Систем и предлагая свои услуги в качестве создателя опаснейших вирусов и мутантов, Магнус вторгся на Скай и провозгласил себя магистром Ская, планируя использовать покорённую им планету в качестве полигона для самых опасных видов биологического оружия, которые только находились у него в распоряжении. Став правителем планеты, Зета Магнус совершенно не думал о благосостоянии своих подданных, так что не было сюрпризом, что многие из них ополчились против своего новоявленного повелителя. На планете снова началась война и с целью разрешения конфликта и недопущения уничтожения её населения оружием массового поражения, Галактической Республикой на этот мир были посланы джедаи, в числе которых были также Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер. Взручившись поддержкой местного сопротивления и сотрудничая с Главой Совета Высокогорных Кланов Старейшиной Кларимером, джедаи помогли местным жителям-представителям расы Скитри снова утвердить своё правление. Во время джедайской миссии героине нашей сегодняшней истории сразу же понравился молодой человек, коим был Энакин Скайуокер, даже несмотря на то, что на планете Скай существа без крыльев считались низшими и недостойными внимания Скитри. Особенно Харрис восхищалась его талантами во владении силой. Впрочем, и Энакин заметил в Харрис большой потенциал и даже хотел взять её с собой на Курусант, чтобы начать обучение. Если бы это произошло, то, скорее всего, именно Харрис, а не Асока Тана могла бы быть подаваном Энакина. Тем не менее, Харрис была слишком взрослой для начала обучения, ибо, как мы помним, в Орден вступить можно было только если бы новобранец был маленьким ребёнком. А вот более старшие, так сказать, абитуриенты сразу же отсекались из-за того, что риск их падения на тёмную сторону был выше, чем если бы они обучались наиболее возможного молодого возраста. После относительной стабилизации кризиса на планете Скай джедаи улетели с неё, а Энакин пообещал Харрис, что когда-нибудь сможет найти способ обучить её тому, что знает сам. Потенциал в силе Харрис оставался нереализованным, а нереализованный потенциал, о существовании которого человек знает, но который в нём всячески пытается задушить, зачастую самое что ни на есть прямая дорога к личностной деградации. Нам неизвестны причины того, почему же Харрис всё-таки превратилась из безобидного подростка в готовую править жестокой рукой социопатку, но чему быть, того не миновать, как говорится. И вот уже после основания Галактической Империи Энакин Скайуокер мог снова прилететь на Скай, теперь уже в обличии ужасающего Лорда Ситов. На 100% нельзя сказать, знала ли Харрис об истинной личности своего тёмного учителя. Но я думаю догадаться было нетрудно, что новый внезапно откуда-то появившийся мастер тёмной стороны Силы это павший джедай, некогда бывший великим героем войны, Энакин Скайуокер, человек, который тоже на своей опасной работе, кхе-кхе, убийство юнглингов, кхе-кхе, заполучил себе диссоциальное расстройство личности. И вот началось обучение Харрис Силе, обучение которое смогло изменить судьбу её родной планеты до неузнаваемости. Обучившись владению световым мечом, а также ряду интереснейших трюков тёмной стороны Силы, таких как призыв дымовых демонов, например, да и такое бывает, Харрис обрела в свои руки могущество, о котором ни один из её соперников не мог и мечтать, могущество, которое помогло Харрис заполучить абсолютную власть на своей родной планете. Так вот, получив от Галактической Империи разрешение на управление планетой Скай, Харрис взяла себе титул Magistrix, то есть женщины-магистра и во многом стала похожа на того, кого она когда-то ненавидела — тирана по имени Магнус, когда-то правящего её родной планетой. Большая часть местных правителей, включая патриархов и старейших крупнейших кланов, были вынуждены подчиниться воле нового магистра. Впрочем, особого выбора у них и не было, ведь помимо навыков во владении силой и умения превращать жизнь её политических оппонентов в самый настоящий ад, Харрис также имела у себя за спиной батальон штурмовиков и несколько боевых кораблей, которые наводили ужас на любого, кто посмеет даже подумать о том, чтобы противостоять и власти кровавой магистерши. Хан Соло, посетивши Скай, однажды даже сказал, что ни дня не прошло без опасения, что за моими плечами окажется Харрис. И его страхи были очень даже обоснованными, даже если не считать имперский гарнизон, местным жителям стоило опасаться также летающих воинов с Китри, собираемых Харрис в отряды карателей и бросающихся на тех, кто посмеет противиться воле новой правительницы. Да и сама Харрис в бою представляла огромную опасность и насылала страх одной лишь вестью об её присутствии. Харрис, учитывая, что излюбленным способом расправы над её противниками, служил так называемый Сай-Ча, отрубание головы, которое Харрис могла производить своим световым мечом прямо в полёте, ускоряя себя с помощью силы, стремительно бросаясь в сторону обречённой жертвы. Иногда, чтобы потершить своё кровожадное самолюбие, Харрис выпускала пленников на просторные поля её родной планеты, где она вместе со своими карателями в прямом смысле слова устраивала на них охоту, налетая на спасающихся бегством пленников с воздуха и казняя их самыми изощрёнными способами. Впрочем, рано или поздно её правлению должен был подойти конец и конец этот, как гласило местное пророчество, заключался в так называемом «одном» или том самым. Собственно говоря, через некоторое время после событий 4-го эпизода Звёздных Войн именно это и произошло. В тот год на планету прилетел отряд повстанцев во главе с Леей Органой, а также Люк Скайуокер, который надел на себя особый костюм, снабжённый крыльями и антигравитационным поясом. На тот момент навыки Люка Скайуокера во владении световым мечом были ещё довольно посредственны, но и Харрис к тому времени уже отвыкла от настоящих битв, используя световой меч лишь как орудие устрашения, а не как оружие схватки. Тем не менее, в развязавшейся дуэли, происходившей высоко над землёй, как Люк, так и Харрис дрались с особым упорством не на жизнь, а на смерть. Они использовали все ухищрения, находящиеся у дуэлиантов в арсенале, включая и способности силы, вследствие чего бой происходил на необычайно огромных скоростях. В конце концов, пророчество всё же было исполнено и Люк Скайуокер нанёс магистерше критический удар, который в данном комиксе, скорее всего, был зацензурен. После этого удара правительница Скай уже точно не могла избежать смерти, с огромной скоростью падая на поверхность планеты. Так и закончилась история Харрис, кровожадной правительницы планеты Скай и по совместительству ученицы Дарта Вейдера, исполнившей мечту своего детства – обладать великим могуществом, но поплатившейся за свою жестокость жизнью. А какие эмоции вы получили от прослушивания истории этой крылатой тёмной джедайки? Не стесняйся писать своё мнение в комментариях. Ну и конечно же не забудь поставить лайк, если узнал для себя что-нибудь новое и интересное. Спасибо за просмотр и, как говорили древние, позволь силе идти с тобой. Всегда! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok